Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях заслуженные тренеры под зюдо Дмитрий Сергеев и Андрей Попов. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы встречаемся с вами сегодня в преддверии Олимпийских игр в Бразилии. И поводом для встречи стало то, что ваш воспитанник Михаил Пуляев отправится в числе сборной России представлять нашу страну. Какая подготовка сейчас ведется непосредственно перед играми? В данный момент Михаил находится на сборе в Испании. Ему еще предстоит один турнир Кубок Европы в Словении. И потом уже будет подводка и участия. Осталось времени достаточно мало. Михаил – именитый спортсмен, но между тем Олимпийские игры для него первые. Рязанцы постоянно, насколько я понимаю, выступают на Олимпийских играх. Расскажите, кто уже бывал из наших спортсменов? Из наших спортсменов присутствует здесь Дмитрий Николаевич Сергеев. Он участвовал в двух Олимпиадах. Это 1992 год Барселона и 1996 год Атланта. И был призером. Бронзовый призером, да. Бронзовый призер в Барселоне. В Барселоне у нас еще до этого участвовал Владимир Шстаков. В 88-м году в Сеуле он занял второе место. Если говорить о нынешних Олимпийских играх в Бразилии, как вы оцениваете шансы и нашей сборной, и в частности Михаила Пуляева, спортсмена нашего земляка? Мы, кстати, не договорили. У нас еще Ваня Нефонтов участвовал на Олимпиаде 4 года назад, которая прошла. Он занял третье место. У нас пока не удается пробить эту планку. Добраться до золотой медали. Но мы надеемся, что Миша у нас прыгнет выше всех. То есть на нем такая особая ответственность? Ну, на всех, кто едет на Олимпиаду, на всех ответственность лежит. И это, в общем-то, мечта любого спортсмена попасть на Олимпиаду. Просто мы рассчитываем, что ему это по силам. Ну, в принципе, у нас всем, кто едет на Олимпиаду, всем ребятам по силу быть в тройке, быть чемпионом. По той или иной причине у нас чемпиона пока не было. Дело в том, что дзюдо – один из базовых спортов для Рязанской области. Развивается довольно в быстром темпе, не теряют планку спортсмены с мировыми именами. Кто еще, кроме Михаила Пуляева, мог бы, допустим, представлять на этих Олимпийских играх нашу страну? Ну, лицензию у нас завоевали еще три спортсмена. Это 73 килограмма у Али Куржев, 81 – Иван Нифонтов и в тяжелой весовой категории – Волков Анадрии. Все они сейчас на данный момент являются запасными. То есть не исключена возможность участия их тоже. Вот вы говорите о том, что у нас постоянно готовятся спортсмены в нашем городе, которые могут завоевывать медали на чемпионатах мировых. В чем секрет рязанского дзюдо? Как вы готовите? Почему именно в Рязани куются такие кадры для спорта, для дзюдо? У нас все равно, я думаю, что секрет в школе, секрет в том, что у нас есть большая команда. Большая команда, она всегда включает, не может, знаете, на пустом поле вырасти какой-то прекрасный цветок. Это все равно какое-то поле, где есть цветы-цветы, и вот тут появляется какое-то великолепное растение. И у нас то же самое, знаете, у нас, как бы, в первых, это история. В вторых, это, знаете, очень много тренеров, они передают свой опыт постоянно ученикам. Эти ученики становятся снова тренерами, тоже тренерами, да, они передают уже свой опыт, уже трансформировав его там. Они уже более, такие, знаете, как, более заселенная техника, да. Вот этот вот опыт рос, 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 и вот начал выдавать результат. На протяжении у нас Владимир Шестаков, 88-й год, 92-й год, 96-й год, 2012-й год. Да, у нас все, есть олимпийцы. Ну, я говорю, это не секрет. Уже будет 5-й лимпад. Это, это, у нас есть такие люди, как президент федерации Валерий Иванович Чернышев, да. У нас министр спорта, Татьяна Генедовна Пуженкова, очень здорово помогает, да. Администрация, губернатор. У нас Анатолий Железенович Шестаков, как бы. Ну, то есть много факторов, которые сложились таким образом, что... Да, 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 и вот как бы это, это дает результат, ну, одному что-то сделать очень тяжело, да. Вот у нас есть такая команда, которая постоянно выдает на гора какую-то, 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 какую-то руду, да, какой-то вот драгоценный материал. Если говорить о вот периоде непосредственно перед Бразилией, вы как участник двух олимпиад какие-то определенные советы Михаилу будете давать? Потому что олимпийские игры, это все-таки такой венец, да, в карьере спортсмена, и большая ответственность одновременно, и большая радость. Может быть, вы психологические какие-то советы дадите, или технические, чтобы он собрался и выступил так, как он может? Ну, да, я думаю, что, да, Рик, Миша занимается уже, я не говорю, скажу, с 96-го года. 20 лет, да. Да, Миша занимается 20 лет, он шел к этому 20 лет, и он сам уже, можно сказать, профессор в этом, да, и как кому подводиться, как кому настраиваться. Дело в том, что у нас, ну, это давно такой, это не психологический прием, это просто нужно понимать то, что олимпиады, те же самые соревнования, соревнования у ребят порой были, знаете, как он начинает выступать на соревнованиях с первого года обучения, да, и вот сейчас сложно сказать, какие по счету это у него соревнования, может быть, там, тысячу, может быть, тысячу двухсотых, да, и вот подготовка к соревнованиям, она примерно одна и та же. Ты выходишь, напротив тебя стоит спортсмен, ты должен его выиграть, да, понятно, что он к этому готовился, ты к этому готовился, да, и вот этот психологический настрой, он уже настолько отработан, Мишей самим, да, настолько тренерами, которые с ними работали, с ним работали, поэтому я думаю, что Миша сейчас просто нужно собраться, и, ну, это он все умеет делать, поэтому лишние каких-то замечаний, они просто будут акцентировать, акцентировать внимание то, что это такой большой-большой старт, и это может быть вносить какое-то, знаете, небольшое, небольшое раздражение, небольшую неуверенность, а так, самое главное, уверенность, и все будет хорошо. Дзюдо – это один из видов боевых искусств, которые популярны среди женщин. Вот из девчонок, кто-то у нас достигает таких высот, как ребята, выступают ли на соревнованиях мировых? Рязанские девчонки? Да, девочки из Рязани. Такие имена можно вспомнить? Да, да. У нас есть девочки, конечно, есть девочки, они пока еще очень хорошие девочки, но пока они не вышли на тот уровень, олимпийский уровень, но близко к этому они еще, мы надеемся, что они такие… Еще достаточно молодые, то есть достаточно молодые. Перспективы есть, еще будет время. Но женское дзюдо – это немножко отдельное направление, отличается от мужского? Я имею в виду для вас, как для тренеров, то есть сейчас, если тренировать девочек и мальчиков, разница велика? Да, разница только в психологии. Понятно, что женская психология и мужская психология, она чуть-чуть отличается, а дзюдо – оно единое, как математика. То есть мы… что женские шахматы, что мужские шахматы, они примерно не так. Ну, тоже, как и легкой атлетикой. То есть все то же самое, просто специфика немножко другая. Наша телекомпания желает успехов Михаилу Пуляеву и вам, как тренером его. Будем болеть изо всех сил. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня. В нашей студии были заслуженные тренеры под дзюдо Андрей Попов и Дмитрий Сергеев. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!